Звук сирены звучит по всей территории НПО имени Лавочкина. Поступила информация о возгорании парасилового цеха. Спасатели выехали на вызов. Без паники, это учебная тревога. В Химках проходит всероссийская тренировка по гражданской обороне. Действовать необходимо так, как будто все по-настоящему. До приезда спасателей члены отрядов гражданской обороны помогают эвакуировать сотрудников предприятия, а также замеряют уровень углекислого газа в помещении. Эта информация должна ускорить работу специалистов. Произошел взрыв газа, есть один пострадавший на первом этаже. Принял. Концентрация воздуха цело 10 тысяч. Первыми на место прибыли пожарные. Выслушав доклад, они в считанные секунды подготовили снаряжение и готовы были уже войти в объятое пламенем здание. Газдомозащитный клосят включение аппарата готов. Вновление 295. Там шик, лоботик, все готовы, долине 300. Вновь пора включить. Пожарным удалось найти потерпевшего и прямо на месте оказать ему первую помощь. Следом прибыл аварийно-спасательный отряд «Химспас». Он должен оказывать помощь пожарной бригаде и провести разведку. Все собранные данные докладывали в штаб члены оперативной группы. Все учебные вопросы по поступившим вводам отработаны. Были проведены три этапа. Все они квалифицированно и профессионально отработаны. Сейчас проводим проверку. 89 лет назад в нашей стране появилась гражданская оборона. Информирование жителей проходит в школах, офисах и на производствах. Сегодня внештатные формирования есть почти в каждой организации. В НПО имени Лавочкина насчитывается аж 34 отряда. У каждого своя специализация. Поскольку у нас на предприятии много производственных процессов, и они различные, у нас также и разные звенья по гражданской обороне. Все члены звеньев проходят обучение. Мы также принимаем участие в соревнованиях Московской области по гражданской обороне и городского округа Хинки. Работу всех структур, принявших участие в ликвидации предположительной чрезвычайной ситуации, оценили на отлично. Такая тренировка по гражданской обороне будет проведена на всех предприятиях городского округа.